не кочегары мне плотники я вам покажу кочегары плотников один мой друг назвал их летучим лесорубы вот те самые которые занимаются усовершенствием деревья и так посылать железо дерево совершенно и надо детского сада мешать детям вот и ничего что лесорубы и садовые дизайнеры останутся без работы теперь так ниже два направления мы скоро закончим это очень важно для богатых значит своеобразная мест природы я говорю жизнь садакси с конечным биополем пункт 1 запомнились а речь о богатых я не знаю ни одного человека который бы своим этом ну показали зовут дагестан показали мужиков работяги возраста у них почти мой как он 60 лет лазит по деревьям по веткам ведь он рано или поздно должен упасть и разбиться я рассказывал про дух худающих садоводов про бородича про чижика оба упали разбили голову и умерли вот и это детям кончится буквально старики ну как старики рядом со мной молодежь 50-60 лет лазит по по дереву и это тут же ведро повесил и тут же собирает а почему я так говорю да потому что он говорит я за 60 рублей сдаю и тут же магазине уже в этом может быть тоже махачкале 170 работяга 60 рублей а тут стоперекупщик два раза по 60 вот это и все это на нашей стране вообще из нашего кармана посмотрел мне жутко стало и вот получается вот такой человек может разбогатеть по 60 рублей собирать прекрасные плоды и вот получается месть всякого варью смотрите внимание вот судьба варья он не знает ему никто никогда не скажет если даже кто-то разбирается в невидимых биополях там есть положительный отрицательный слышали что нет конечно вот они есть и вот здесь где каждую неделю вы попробуйте неделю вот это вот второй третью неделю вот это вот не пройтись с этими ножницами попробуйте они потеряют форму эти потеряют круглую форму эти потеряют квадратную форму вот прямоугольную форму и здесь стоит вот она лавочка я допустим как бы сказать вот он на вас все попался я сегодня разговорился и не первый раз ничего потерпите и его взяли наручники и наручник прицепили вот к этому самому прям сюда чтобы он если как бы сказать то его конечно это надо бы отобрать и отдать там допустим детскому дому детскому саду надо бы но есть страшное наказание пусть а пусть она и гипотетическое чтобы прицепили наручником и пусть целый день сидит тут он не доживет до своих лет только потому что это отрицательное биополе кто об этом знает а сколько труда сколько людей содержится только для того чтобы украсить его образно говоря украсить эту природу вот это вот искалеченным всем а вы мирослава почувствовали это я уверен вы сказали что душа не лежит вы почувствовали это смотрите сюда вы видите хоть одного человека дети ходят кругом ну слава богу кстати здесь тоже отрицательное биополе а я показывал осенний аппарат чей очарование вот там положительное поле ужас что творится а сколько труда надо чтобы каждый листик чтобы это все стрижется стрижется несколько раз постоянно стрижется и умудрится я пробовал понять вот это дерево похоже на черешня но это не та черешня как в дагестане почему потому что замучите собирать эту черешню черешня деревья так не это так в такой форме не выращивать ну посмотрите у крайцев а я там лучше знаю вот даже если это черешня но она не для людей для красоты но все-таки еще умудряются искалечить престольный круг это чистый юг на севере это невозможно и вот самое смешное вот для этих самых вот это вот еще пару слов скажу самое смешное что это все должно и может быть только на юге глотшапный дизайнер изувечив это где эти деревья изувечив какому-нибудь богатому но дураку это у нас и как я заметил школу кончил там это перестройка вот я потом специально внимание обращал в торговлю почти прочность мы не пошли мы хороши статистике не прошли торговлю я исчезну в обрез голову не знаю почему душа не лежит я потом пришлось торговать этим уже ну по крайней мере я своим трудом торгую все это я вырастил и вот получается что здесь вот здесь вот стрижка не меньше чем раз в неделю это бесконечная работа и постоянно получается так вы хотите в питере иметь такое через несколько лет ни хрена этого не будет почему бесконечная трижка это тоже пусть это дикоросы это тоже калеченые деревья их привозят с юга их садят вам сдают под ключ а потом помахали рукой и наша песня хороша а потом пусть это все вздыхает вот это выдержать можно только одну неделю вы представляете а теперь смотрите пункт 1 какой был для богатых для мошенников и прочее да там запятая марио и прочее это пункт 2 для доверчивых неграмотных надо было написать не богатых людей но не богатые люди они сами калечат а есть еще среднее звено помните как это сказали что у кого 17 тысяч зарплата тот среднем к среднему классу понадобежит вся россия смеялась как таких дураков там держит забыл кто сказал депутат госдума или чиновник высшего ранга 17 тысяч рублей это значит средняя цена я представляю как на 17000 выжить вот ну смотрите и так есть среднее звено 50 тысяч получает 100 тысяч сад купил надо обновить и вот получается вот они эти ребята смотрите дело в том что все что он делает это напрасный труд абсолютно вот но он за него берет огромные гонорары а этот класс так же как его эти сам лошадный дизайнер он тоже существует этот класс понимаете вот и я уже договорил или у меня там ниже будете ли они столкнулись а короче этот фильм был самый идиотский когда из тех что я видел когда да я вам показывал пока когда берется вот эти контакты к ветка вертикально дерево привязывается а потом к и ухте меня наклоняет по 45 грамм и теперь на плодоносить будет вот эти самые они не идиоты просто ничего глупо их заключается в том что грамм или поздно упадет и разобьется почему я не видел у них монтажных поясов я бывший специалист по промышленной безопасности я не видел монтажных поясов вот весы кошачья ловкость надо паре до времени вот и мой друг образа их назвал лесорубами теперь она закрепиться и от меня пойдет гулять по россии я тебе для всех говорю вслух это лесорубы они выдумывают что это ветка лишняя виде он ее пилит вот он держит одну руку ветку зачем он ее пилит а потому что ему нужно показать что он работает только за этим он 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 он